Добрый день дорогие друзья! Рада нашей встрече в эфире. Съемочная группа Надежда Калинина, оператор Алексей Черных приветствует вас из центра Екатеринбурга. Мы приехали к памятнику екатеринбургским мушкетерам. Сразу оговорюсь, что речь пойдет не о героях Александра Дюма, хотя памятник им, а точнее их экранным героям из советского фильма в Екатеринбурге тоже есть и находится он в одном из торговых центров города. Мы же поговорим о 37-м екатеринбургском пехотном мушкетерском полке. К слову, мушкетеры это воины, основное оружие которых мушкет или ружье, то есть они должны быть профессиональные стрелки, а не дуэлянты на шпагах. И вот выясняется, что в начале 19 века наши мушкетеры стреляли лучше французских. Дело в том, что в апреле нынешнего года отмечаются 200 десятилетия победы русского оружия и как следствие завершение периода наполеоновских войн. В 1814 году, 31 марта, это дата по новому стилю, российский император Александр во главе союзных армий, вступил в Париж. Падение французской столицы привело к отречению императора Бонапарта от престола и положило конец многолетним наполеоновским войнам. Мы сейчас находимся на месте дислокации 37-го екатеринбургского мушкетерского пехотного полка, который был создан еще в конце 1796 года императором Павлом I, а в начале 19 века принимал участие в сражениях Отечественной войны. В 1820-х годах жители Екатеринбурга возвели на месте алтаря полковой церкви небольшой кубической формы памятник. Он стоял примерно на этом участке главного проспекта рядом с градо-екатеринбургским Екатерининским собором. Еще когда началась война с французами, полк находился в арьергардных частях под Витебском. В последующие месяцы он сражался под Бородино, где вместе с Преображенским и Семеновским полками защищал батарею Раевского. Участвовал в боях под Вязьмой и Вильно. В 1813-14 годах доблестные уральские мушкетеры отличились при штурме Лейпцига и взятии Парижа. Позже полк принимал участие в русско-турецких войнах и Крымской войне, а свой столетний юбилей встретил в городе Лодзе в Польше. Соединение получило новое Георгиевское знамя. На средства полка была заложена часовня и организован бал. Среди многочисленных гостей присутствовали и посланцы Екатеринбурга. Кстати, нахождение полка в польском городе положило начало тому, что в Лодзе появился первый православный храм – Кафедральный собор Александра Невского. Он действует до сих пор. А вот Екатериненский собор в Екатеринбурге, находившийся на этом месте, в 1930 году был взорван. Часовня Святой Екатерины находится на месте алтаря. Рассказ о связи Екатериненского собора, Уральской столицы и Мушкетерского полка продолжит Светлана Жданова, сотрудник Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в 20 веке. Итак, город живет, церковь построена, можно полноценно жить, существовать, заводы работают, все прекрасно. И вокруг сердца Екатеринбурга, вокруг Екатериненского города, Екатеринбургского собора, горного собора, потому что город весь посвящен горному делу, возникает несколько традиций. Первая из них, конечно же, связана с горным делом. Здесь, в Екатеринском соборе, приносят присягу горные инженеры. Воинство не военное, но практически существующее по тем же условиям. Со времен Петра I было заведено, что любой служащий государственный должен принести клятву, присягу верности, верности государю-императору и верности служению своему, своей службе. Именно здесь это происходит. И вот мы видим форму горных инженеров, то есть отчасти она светская, но напоминает во многом и военные мундиры. Со временем, поскольку, как я уже сказала, через собор начиналось любое важное дело, хоть городского уровня, хоть российского уровня, и отсюда, например, уходили на войну в 1812 году, наши ополченцы, то со временем здесь завелась традиция и принимать присягу для военных. Это уже довольно поздняя традиция. Она связана с передачей знамени уральского горнозаводского батальона, вернее, с тем, что император Александр II пожаловал знамя уральскому горному батальону. И вот с 1869 года это знамя хранится на правом клиросе главного собора города. И, соответственно, новобранцы с этого времени также принимают здесь присягу, прикладывая руку к Евангелию и произнося вслух текст присяги. А в XVIII веке подписывали еще присяжные листы, которые рассылались в определенные ведомства. То есть, если это горный инженер приносил присягу, то его присяжный лист отправлялся в Петербург, в горную Берк-коллегию. Там все это хранилось. Вот мы видим тех бравых солдат, которые уже времен 1812 года. Тоже вот у нас есть такой рисунок, сохранился мушкетерский полк наш. И мы знаем, что напротив собора через дорогу уже давненько в нашем городе существует памятник мушкетерскому полку. То есть, вот это тоже такая связь собора с городом. Здесь она обозначена в наше время. Воевали, кстати, наши ополченцы под командованием ученика Суворова, генерал-майора князя Гурьялова. И, конечно, сам город, провожая своих ополченцев на войну из этого храма, продолжал с храмом жить, пульсировала вся жизнь через храм. Через храм. Например, День Святой Екатерины отмечался по старому стилю 24 ноября. Мы с удивлением для себя узнали, что день был не рабочий для всего города. То есть, весь город гулял, получал выходной день. И день этот был, конечно же, начинался здесь. Гуляния проходили здесь. То есть, молебен Екатерине, а затем гуляния вокруг собора. И вот мы видим уже здесь фотографию 900-х годов. Вот прихожане прямо вот Екатерининского собора, как они есть. Конечно же, собор был и в центре жизни, связанной с различными нуждами города или страны, с различными новшествами. Вообще, церковь всегда была в... шла в ногу со временем. Любые новинки технологические, еще какие-то, все это сразу применялось. И, например, такой день Белого Цветка или праздник Белого Цветка, международное движение, которое возникло в XIX веке в связи с борьбой с туберкулезом, тоже было поддержано очень плотно горожанами и членами, прихожанами собора Екатерины. Вот поэтому мы здесь видим, что вот такое гуляние с благотворительной целью, когда барышни продавали белые цветы, а на вырученные деньги, значит, вот происходила просветительская работа, медицинские различные, ну, необходимые вещи покупались для борьбы с туберкулезом, открывались туберкулезные больницы. И мы знаем, что это тоже начиналось от собора, то есть благотворительный праздник с молебна на соборной площади перед храмом начинался, после чего вот дамы отправлялись торговать цветами, а на следующий день от собора же шло шествие с музыкой. Еще одной из ранних традиций, связанной с собором, это часы на колокольне, даже на Мазанковой церкви еще, судя по дате 1728 год. Дело в том, что город, основанный как завод, действительно существовал буквально по законам военного времени, поэтому на завод собирали барабанным боем. И когда появилась церковь у города на колокольне, были в 1728 уже году, то есть через буквально два года после начала, ну, как бы, после того, как собор появился, появились железные часы, изготовленные уральскими мастерами. Они имели всего одну часовую стрелку, на них не было циферблата, но, тем не менее, механизм соединялся с колоколами, и в определенное время раздавался звон колоколов, который теперь звал заводских на работу вместо барабанного боя. И об этом мы читаем в документах с гордостью, что, наконец-то, город перешел из состояния какого-то гарнизона и военного поселения, да, такого жесткого, в нормальный ритм европейского города, который живет по часам, по колоколу. Ну, буквально через год первые часы сломались, и мы нашли документ о том, что уже в мае 1729-го сибирский обербергамт, то есть горное управление Сибири, поручило местным кузнецам привезти часы в добрый ход. Но, тем не менее, традиция эта сохранилась, и существовало, что город жил по часам, которые были видны издалека. Длинная и славная история Екатеринбургского пехотного мушкетерского полка завершилась в 1918 году в Нижнем Новгороде, когда полк был расформирован. А в начале 1930-х годов памятник полку исчез вместе с Екатерининским собором. И только в мае 2006 года в центре города вновь был установлен памятник, посвященный историческому воинскому подразделению. В основании монумента – четырехугольная колонна, оформленная георгиевскими лентами. Вверху – мраморный шар белого цвета с двуглавым орлом. Новый монумент воздвигнут по инициативе членов военно-исторического клуба «Горный щит». Памятник этот называют самым незаметным в городе. Сейчас его видно лучше всего, а летом, поздней весной и ранней осенью монумент закрывает листва деревьев. Но это, кстати, очень символично, ведь полковой праздник приходится на день святой живоначальной троицы, когда храмы принято украшать ветвями деревьев и травами. Если вы жители Екатеринбурга или будете у нас в гостях, то, как говорится, не проходите мимо и вспомните о наших доблестных предках. А на этом у меня все. До встречи в эфире!